В импровизированной гримерке юные участницы фестиваля старательно поправляют друг другу косички. Дух соперничества здесь не царит, они все уже победители. Оттого отсутствует и волнение. На сцене, читая стихотворение, восьмилетняя Алена Кононова держится уверенно. Но к концу выступления эмоции берут верх. Девочки, девочки, постарайтесь вернуться назад. Когда наступил этот конкурс, мама сказала, Алена, а ты помнишь свое стихотворение «До свидания, мальчики»? Ну, я сказала, конечно, помню. Мы с мамой много репетировали, занимались, чтобы рассказать его теперь здесь. Баллада о молчании. Пятиклассница Вероники Деминой до слез растрогала весь зал. Каждое слово, жест и эмоция идут из самого сердца. Молчи. Тянули на вес велькарские гранаты судьбы. Только дыхание слышать. И стон сквозжатую землю. Война завершилась 76 лет назад. Но память о тех кровавых годах жива в рассказах, стихах, воспоминаниях. Когда представляешь сам эти события, то есть сам ты лезешь на эту стену, у тебя под пальцами камни, и ты висишь десятки метров над землей, и понимаешь, что если ты сорвешься, то тебе нельзя кричать, тебе даже заплакать нельзя. Потому что если кто-то слышит из немцев, то всех твоих товарищей расстреляют, так же, как и тебе. Гала-концерту предшествовали несколько этапов. Первый проходил онлайн. Во втором юные таланты вживую представили свои номера и программы. Более 700 ребят из 28 школ города приняли участие в фестивале. Его инициатором 6 лет назад выступил депутат Курской областной думы Максим Мамзурин. Он поддерживает конкурс до сих пор. Гордится уровнем выступающих. Первое, наверное, это все-таки через культуру помнить историю. Помнить историю нашей страны, каждой семьи. При подготовке любого номера, а каждый номер сильный, на мой взгляд, участвует не просто один ребенок, участвует его семья. Они вспоминают своих участников войны, своих бабушек, дедушек, прабабушек. Рассказывают истории, рассказывают истории их жизни, истории победы. Эти песни помогали выжить. В них говорилось не обязательно о сражениях, где-то о доме, о той далекой, любимой, единственной, которая тебя ждет. Эти песни помогали старикам, женщинам, детям работать по 16, 17, 18 часов в день и делать все для фронта, все для победы. Гала-концерт запомнился и зрителям, и участникам. Стихи, проза, песни. В каждой из них частичка истории, о которой забывать нельзя. Анастасия Бабир, Геннадий Воробьев, События дня.